Всем привет! Меня зовут Марина Филатова, это проект в сетях. И сегодня мы гуляем на Сандарина Маркет. А что мы здесь делаем? Знакомимся с дизайнерами. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня Артемий. Скажи, пожалуйста, что ты здесь представляешь, из какого города, как называется? Я из города Челябинск, Мистер Мус называемся мы, и представляем ключницы и декор для дома. Сделано из дерева, своими руками, то есть выпиливаем все самостоятельно, без станков, красим тоже сами все. Тут что-то вкусное все пробуют. Что это? Это арахисовая паста. Теперь тоже надо попробовать. Давай, поехали! Поехали, бери. Начинаем с классики. Вот здесь у нас креми и чанки. Это классический вкус, саланатас, сладенький. Американская паста, она вот именно такая. С нее мы всегда начинаем дегустацию. И... Обалдеть! Это так вкусно, это просто кошмар. Что там? Как это? Вообще... Это арахис, натуральный аргентинский премиум класса. И уже к этому арахису мы добавляем сироп топинамбура вместо сахара. Это натуральный сахарозаменитель, поэтому никакого вреда для вашего здоровья там нет. И немножко соли морской. На основании вот этой пасты уже мы делаем десертную линейку. Здесь кокос, корица, изюм и шоколадный натуральный какао. Так что она даже немножко горчит. Понравится всем слухкоежкам, стопудово. И есть оригинальная. Это основа для всех остальных паст. В ней нет ничего абсолютно. Ни сироп топинамба, ни сахара, никаких там подглазителей. То есть один арахис, это то, что едят все спортсмены, обожают, восхищаются, не знаю, превозносят выше неба. Потому что это продукт с содержанием большого белка. И это единственная сладость, которую они тебе могут позволить. Так как мало углеводов, и это классно. Как вас зовут? Владимир. Вы откуда? Из Челябинска. Из Челябинска к нам приехали. С чем? С множеством десертов. Например? Например, чизкейк, тирамису, карамель. Сами готовили? Естественно. Не может быть. Серьезно. Ну, чем отличается-то ваш тирамису, ваш чизкейк от других чизкейков? Он невероятно нежный и натуральный, что сейчас очень популярно. Как вы этого добиваетесь? Готовим на натуральных продуктах без добавления консервантов. Как добиваетесь необыкновенной нежности? Добавляем частичку души. Что тут у вас? Безалкогольное, алкогольное? Это безалкогольный напиток. Он волшебный, полностью натуральный. И делают его волшебники. У нас это имбирный эль. Это безалкогольный напиток на основе свежего корня имбиря. У нас есть четыре разных вкуса прикольных. Ну, для того, чтобы люди могли каждый себе по вкусу выбрать. Он очень полезный. Особенно сейчас в осень. Он антисептик очень хороший. А чтобы похудеть, есть что-нибудь? Все, чтобы похудеть. Имбирь – это жиросжигающий такой напиток. Поэтому он очень популярен сейчас среди красавиц местных и не только местных. Что за марку-то мы сейчас примеряем? Знаешь, ты? Нет, но давай спросим. Девчонки, что это за шапки? Расскажите нам. У нас шапки из шерсти, из крапивы. Марка называется Бомбини. Мы вяжем сами, спицами. Есть просто шерсть взрослых овечек, есть трехмесячные ягнятки мериносовые, гипоаллергенные. Все делаем сами, с душой. Сколько стоит шапка, которая на мне? На вас четыре. Четыре тысячи. А вон там такая большая была. Примерь, где-то эта шапка огромная такая, с которой можно вообще на Аляску ехать. Смело. Давай, поехали. Как это одевается? Правильно он? Это снуд называется или шарф труба. Прошлое лето, кто помнит, плюс 10, плюс 15, мы все лето проходили в таких снудах. Как тебе в ней? Марина, вообще технически это называется снуд. Это называется снуд. Это шапка, называется снуд. А на самом деле это не шапка, это шарф труба. И в нем очень тепло. Я вам рекомендую. Я не могу понять никак. Все скатывается с джинсов. Это защитное водоотталкивающее средство для одежды и обуви из замшину, бука и текстиля. Такая водоотталкивающая пропиточка. Срок действия одной обработки 2-3 месяца. То есть можно обработать и смело ходить по лужам. Состав полностью экологичный. Нетоксичный, без запаха. На 93% состоит из воды. Вы распространяетесь в интернете только? Да, у нас интернет-магазин. Можно заказать на сайте. Можно доставочку. У нас доставка по Екатеринбургу. Можно позвонить и сделать заказ. Мы доставим на дом. Круто, спасибо. Что входит в твою коллекцию? Одежда, верхняя одежда, платья, юбочки и значочки еще. Какие девочки, как правило, к тебе обращаются? Ой, всякие разные. Ну, наверное, тем, кому хочется волшебства немножко в своей жизни. Тебе тоже хочется волшебства. Я вижу, что у тебя есть даже корона на голове. Сама сделала? Нет. Я сегодня просто маленькая фея. Что делаем-то мы здесь? Макс. Ну, мы представляем наш магазин Hardstore. Представляем отечественные бренды, которых у нас мало. Но они делают качественную одежду, интересную одежду. Это не масс-маркет. То есть партии небольшие. И проявляется интерес у людей наконец-то. Потому что они все обычно ходят как в однотипно. То есть там полумбиры, ченден, покупают. То есть ты выходишь, и 20 человек в одном и том же такой, ооо, что-то не то. Заходишь к нам, такие, о, круто, интересно. Интересная форма, интересные материалы. О, ценник, оо, все. Это просто берет на самом деле. Ну и реальные качества прям реально на очень высоком уровне. То есть это полноценная Европа, я считаю. Hardstore для тех, кто верен в себе. Мы создаем чокеры, портупеи с натуральной кожей, баски, корсетные ремни, подтяжки, разгрузители для паотографов, различные украшения необычные. Это тиары, короны. Ну и в общем такие необычные штуки. Как называется там ваш бренд? Наш бренд Tiki Torch, да, самое главное, забыла сказать. Мы из Упы. Екатеринбург вообще только для себя открыли. Нам очень здесь нравится. В принципе, город такой очень динамичный, очень много стильных людей, от чего я прям в восторге. В Уфе не так, Лейла? Нет, знаете, в Уфе есть тоже определенные когорты стильных людей, но здесь их больше. Вот мне это, конечно, понравилось очень. Мне всегда очень интересно, если честно сказать, чем вдохновляются такие люди, создающие штучки, так скажем, немного с BDSM-овским уклоном. Нет? Перебивай меня, рассказывай. Мы начинаем русский уклоном, начнем с этого. У нас стильные вещи. Мы вдохновляемся показами дизайнеров именитых, мы смотрим какие-то необычные аксессуары именно оттуда мы забираем, да, то есть и мы что-то свое привносим и уже перерабатываем и создаем. Я похожа на такую стервозную королеву, наверное. Да, да, в принципе, для этого мы создаем такие вещи, чтобы быть необычными, не как все, чтобы привлечь внимание. Таким аксессуаром точно ты не останешься незамеченным. Мы представляем питерский бренд верхней одежды «Новая». Так и называется «Новая»? Называется, да, английскими буквами «Новая». У нас и демисезонная одежда, и зимняя, как раз то, что подходит для нашей уральской погоды. В Питере-то же теплее. Там сильные ветра. А мне очень интересно, вот так много дизайнеров здесь, вы друг с другом-то общаетесь, все знакомитесь, есть на это время. Но у нас еще не было времени, если честно, сегодня. Потому что много народу к вам приходит? Потому что у вас, наверное, да, очень много покупателей. Надеемся, завтра у нас будет это время. Одежда новая. Практично удобно, современно. Не так, как у всех. Сегодня мы представляем нашу осеннюю коллекцию. Очень много джинсы, шерстяные свитеры, комбинации рубашки из чистого хлопка, бомберы и многое-многое другое. Очень классно, что у нас в городе есть такой проект, как Сандарина Маркет, который позволяет развиваться нам, дизайнерам. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok